Я рада вас приветствовать на моём канале. 3 мая, 20 апреля по старому стилю, отмечается День Фёдора – Окликание предков. Согласно церковному календарю, в эту дату вспоминают преподобного Феодора Трихина, родившегося в Константинополе. По календарю народному 3 мая отмечают День Фёдора – Окликание предков, Окликание родителей. Народные приметы на 3 мая говорят, что это очень важный поминальный день, нарушение запретов, которого чревато бедой. Поэтому очень нужно знать, что категорически нельзя делать в этот праздник. Сегодняшний день поминальный. Приметы гласят, что сегодня грань между миром живых и миром мёртвых становится очень тонкой. И умершие предки возвращаются на Землю, чтобы посмотреть на ныне живущих и убедиться, что у них всё в порядке. Сегодня нужно собраться родственникам и помянуть усопших, вспомнить всё хорошее. Приметы на 3 мая говорят, что плакать, грустить и ссориться сегодня нельзя. Нельзя даже унывать от воспоминаний об умерших. Считается, что усопшие хотят убедиться в том, что живые счастливы. И если живые будут унывать или ругаться, мёртвые решат, что им плохо живётся, и попробуют забрать живых с собой на тот свет, чтобы избавить от страданий. Что же категорически нельзя делать в этот день, чтобы не было беды? Нельзя ругаться, ссориться, брониться, плакать, унывать и грустить. Нельзя работать. Существовало издавна поверье, что в этот день открываются небеса, и души мёртвых могут опуститься на Землю, чтобы повидаться с родными. Поэтому было принято сегодня посещать могилы родных, над которыми причитали и плакали, а также окликали умерших родственников. Дома 3 мая накрывали богатые столы. Должно было быть не менее 12 блюд, чтобы предки, которые обязательно прилетали на ужин, могли поесть и выпить вместе с живыми. Для них даже ставили лишний прибор. Также, чтобы порадовать умерших, в день Фёдора нельзя было ссориться. Предки должны были видеть, что в их семье царит мир и покой. На этот день не планировали важных дел, а также запрещалось назначать свадьбы и крестины, поскольку этот день посвящали только поминовению умерших предков. К тому, кто посмел ослушаться этого запрета, веселился и радовался, приходили беды и несчастья. Рыбакам в эту дату запрещалось закидывать сети и заниматься ловлей рыбы, которая как раз метала икру. Была традиция в день Фёдора ставить на краю селения стол, застеленный белоснежной скатертью, на который клали хлеб с солью и ставили зажжённые церковные свечи. Молились о хорошем урожае и успехах в работе. Затем все должны были обняться. С 3 мая, как правило, у тополей начинали ломаться почки и зацветает облепиха. Это означало, что пришла пора сеять семена огурцов, фасоли и тыквы на рассаду. Немаловажно, какая при этом стояла погода. Если тёплая, сели в открытый грунт, но обязательно укрывали, поскольку до 10 июня ещё могли ударить заморозки. В день окликания предков проводили на могилах ритуалы и обряды по захоронению болезней, неприятностей и разных бед. Проводили такой обряд, чтобы недуг ушёл. 3 мая брали полотенце, мочили его в колодезной воде и утирали им заболевшего. Затем шли на могилу, где захоронен человек с таким же именем, как у больного. Выкручивали полотенце над ней и говорили такие слова. «Капли с рук ног больного взяты, в землю посеяны. Пусть там болезнь прорастает, а с тела раба Божьего исчезает. Уйдёт в мир иной, не по пути ей со мной. Аминь». Полотенце вешали на старом дереве, трижды плевали через левое плечо. Срывали ветку и заметали за собой следы до самого дома. По возвращению больного нужно было умыть проточной водой, которую набирали заранее и ставили у икон. Считается, что сегодня не заделать никакую работу, иначе покойники осерчают, что их не поминают. Сегодня накрывают пышный богатый стол, чтобы помянуть усопших. И чем пышнее стол, тем спокойнее покойнику. Приметы говорят, что если сегодня ссориться и ругаться, то это увидят умершие родственники. И будут они за ссорящимися ходить на тот свет зазывать до самой троицы. Тепло в мае ненадёжное. Если начало тёплое, конец будет холодный. Главная примета, напоминающая, что нельзя делать 3 мая в день Фёдора, нельзя забывать о своих умерших родных и близких. По поверьям наших предков, к тому, кто за сегодня ни разу не вспомнит об ушедших близких, покойники придут в страшном сне и напомнят о себе. Чтобы этого не произошло, 3 мая надо сходить на кладбище и убраться на нём. Возложить цветы на могилы. Если же нет такой возможности, то обязательно помянуть, раздав людям конфеты и печенье. Вечером нужно накрыть сытный стол, чтобы души предков увидели, как их чтут и привечают. Рекомендуется в день Фёдора на стол для ужина поставить лишнюю тарелку, в которую нужно положить пирожок и стакан с компотом и зажечь свечку. Нельзя в этот день для застолья использовать старую, пожелтевшую или порванную скатерть. Надо, чтобы она была белоснежной. На неё нужно поставить солонку и положить буханку хлеба. Считалось, что таким образом можно в дом привлечь счастье и благополучие. Не рекомендуется в день Фёдора ходить на рыбалку. Это большой грех, так как у рыбы начинается нерест, её лучше не тревожить. Тот же, кто ослушается запрета, будет наказан. Водяной утянет на дно водоёма. 3 мая нельзя класть столовые приборы крест-накрест, поскольку так можно привлечь в дом смерть. Если же это случайно произошло, то нужно тут же прочитать «Отче наш» три раза, перекреститься и положить приборы правильно. По приметам считается, что только так можно не пустить домой старуху с косой. В день Фёдора не нужно передавать нитку с иголкой из рук в руки, иначе вскоре услышишь в свой адрес неприятные слова. Лучше иглу воткнуть во что-то, например, в ткань и отдать. 3 мая нельзя доливать в тарелку с первым добавку. Считается, что тогда придётся на себя взять чужие проблемы и хлопоты. Лучше поесть, а через некоторое время снова сесть за стол. Не стоит супругам в день Фёдора укрываться разными покрывалами. Если нарушить этот запрет, то в скором будущем муж и жена будут вынуждены разъехаться по какой-то причине. А такая временная разлука может негативно сказаться на их отношениях. По приметам, не стоит ждать хороший урожай, если 3 мая пласт земли сухой. Если в день Фёдора первой вырастает рожь, то год будет на неё богат. Если трава, увы, но рожь не станет плодородить. 3 мая по молодым шишкам предсказывали, что уродит. Если их на сосне много – рожь, если на ёлке – хлеб. Громкий первый гром в день Фёдора – приметок урожайному году. Пошёл дождь 3 мая, мёда мало будет. Считается, что рождённые в этот день на первое место ставят семью. Им покровительствуют предки. Я желаю вам счастья, здоровья и благополучия. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.